Армия Украины не перестает удивлять, обстреливать неугодной им церкви московского патриархата на территориях, которая заняла российская армия, освобожденные территории. При этом в содеянном не признаются, а выставляют это зеркально, мол Россия обстреливает своих же. Другого украинская сторона не придумала и эту легенду поддерживают на самом высоком уровне. В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области, в Святогорской лавре сгорел всехсвятский скит. Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. Это уже далеко не первый удар по лавре. В среду от российского обстрела погибли три монаха лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и прилеты российских снарядов в лавре постоянны. Мэр Святогорска подтвердил, что деревянный скит рядом со Святогорской лаврой сожгли украинские нацики. Также он призвал Зеленского к адекватности. В СУ подло подожгли скит на горе в селе Татьяновка, которые выставляли посты, как и президент Зеленский, о том, что якобы русская армия, у него были попадания и он, кажется, сгорел из-за этого. Это вранье. Местные жители это уже подтвердили о том, что был поджог. Есть информация и подтвержденное, то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают это факты. Но адекватность это не про Зеленского и точно не про украинскую современную власть и чиновников. Давайте вспомним про обстрел детского пляжа в Зугрессе в августе 2014 года. Тогда там отдыхали целыми семьями, несмотря на начавшуюся войну. ВСУ обстреливало пляж кассетными бомбами. Это запрещенные снаряды, но момент усиливает то, что от диких действий украинских властей погибли дети. Они погибают и сейчас. Только вдумайтесь, обстреливать детский пляж. Такой же верхцинизма для меня это покушаться на храмы. И тут висела иконка, другая была. Иконка ее разбила. Разбила иконка, осколком попала. Нелюди стреляют по иконам охраны. Вычекали, сделали ее, отреставрировали. Поставили новую икону, я поставил, сделал пакет. Ездил, бронировал стекло. Это все можно было порешать. Я сделал. Им все равно, куда стрелять. Наоборот, показать умение, я умею стрелять. Есть цель, допустим, рассорить наши славянские народы. Я думаю, идеология идет с Запада, с Америки, оттуда. Это эпизод из фильма, снятого моими коллегами с Russia Today. В 8 лет Донбасс живет под обстрелами. И каждый день для его жителей может оказаться последним. За время войны как минимум 10 православных храмов были разрушены полностью. Более сотни, только вдумайтесь в цифру, получили повреждения. Но несмотря на это, вера живущих здесь людей только крепнет. Послушайте, что они говорят, и сколько мудрости и терпения в их словах. Должна была восторжествовать правда. Вот та правда, что мы не Украина. Что мы... Ну, опять, это испытание, да, вот как Господь там шлет испытания. Человек не для того, чтобы он, допустим, опустился, а чтобы он выдержал этих. Господь ровно дает столько, сколько ты можешь выдержать, не больше. И нашему краю хотите быть Россией, получите. Выдержите испытания, будете частью России. При этом во Львовской области священника Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, облили зеленкой прямо во время богослужения. А для чего? Напугать? Все это поддерживается фейками. Российские военные расстреляли из танка в Вознесенскую Церковь в Лукьяновке. Храм сгорел дотла. Об этом пишут украинские СМИ. А на самом-то деле все иначе. И даже есть видеоподтверждение. Еще один день в раю. Вот наши парни, которые стреляют. Вот мой командир. У него на плече нашивка США. Вот горящие здания. У нас есть оружие, у нас есть ракеты. Все забавные вещи, чтобы сделать этот день прекрасным. У нас есть строительства, у нас есть моря, у нас есть ракеты. У нас есть все интересные вещи, чтобы сделать это красивый день. Церковь уничтожили уже после ухода российских военных из Лукьяновки. Силы ВСУ вошли в населенный пункт. Еще 24 марта 25-го украинские военные с синими повязками позируют на фоне абсолютно невредимой церкви. Около нее стоит танк Т-72. И количество фейков со стороны Украины не уменьшается. Хоть ты проводи обряд экзорцизма и десатанизации на фоне демилитаризации и деноцификации. Наряду с этими бесчинствами на Украине активно обсуждают запрет русской православной церкви. Мол, если избавляться от русского мира, так до конца. Был даже внесен в раду законопроект. Только ведь никто не подумал там, в Киеве, что искоренив все русское, запретив православную церковь, они не перетянут на свою сторону тех, у кого в душе вера настоящая, светлая. Тех, на чьей стороне Бог. Субтитры создавал DimaTorzok